Привет, ребята! Вот вы наверняка не знали, но в 2017 году Apple выпустили новый iPhone. Ну как выпустили? Скорее перевыпустили. Они перевыпустили в марте 2017 года iPhone 6. Что в нём изменилось? Помните, когда выходил шестой iPhone, коробка была полностью белая, где был выдавлен силуэт iPhone, а теперь наконец-то появилось его изображение. Также сбоку появилась циферка 6, ну и это все изменения во внешнем виде коробки. Насчёт изменений в самом аппарате, Apple повысили производительность процессора. Помните, что процессор изменился и всё. Всё остальное осталось таким же, 1 гигабайт оперативной памяти. А, ещё изменения. Когда в 2014 году выходил iPhone 6, он был представлен в нескольких модификациях на 16 гигабайт, на 64 и на 128. А теперь iPhone 6 продаётся только в одном решении, это Space Gray на 32 гигабайта. Собственно, ровно такой iPhone у меня сейчас в руках. И сегодня я с вами его распакую. Я его не скрывал в магазине, не распаковывал дома. Он у меня полностью в заводской упаковке. И сейчас мы с вами его распакуем. Я впервые до него дотронусь. Я его активирую и установлю свои любимые программы и игры. Мы посмотрим, как они будут запускаться. И оценим общее состояние iPhone 6 в 2017 году. Так что это видео будет, во-первых, длинным, а во-вторых, очень интересным и познавательным. Если вы собираетесь купить iPhone 6 на 32 гигабайта в 2017 году в Украине, в Беларуси, в России или в Китае, тогда посмотрите это видео, оно вам поможет. Не просто так я назвал список именно из этих стран, потому что этот iPhone можно купить только в странах третьего мира. Как я вам и говорил, передняя сторона коробки теперь украшена лицевой стороной самого аппарата, а по бокам мы видим надпись iPhone 6. Раньше циферки 6 на коробке не было, а теперь она появилась. Ну а с этой стороны логотип Apple, с этой тоже самое. Ну и по бокам с двух сторон надпись iPhone 6. На задней стороне мы с вами можем видеть количество гигабайт, 32 информации на украинском языке, а там на английском соответственно, ну а также какие-то серийные надписи. Прежде чем распаковать телефон, хочу поделиться с вами одним лайфхаком, как определить официально ли был везен этот аппарат в страну или это телефон из серого рынка. Все очень просто. Из-за нового законодательства Украины теперь очень легко определить, официально ли был завезен этот iPhone на территорию или это телефон из серого рынка. На обратной стороне обязательно какая-либо информация должна быть написана на языке вашей страны. И здесь такая информация присутствует. Найменувание товару Apple iPhone 6 сирой. Это украинский язык, а остальная информация была стерта, но не знаю почему. Теперь настало время распаковать его и наконец-то взглянуть на сам аппарат. Поехали. Честно, мне уже не терпится. Я его еще не трогал, не тестировал, не проверял. Возможно, там вообще просто кирпич какой-то в коробке. Сейчас мы это с вами проверим и узнаем, обманывает ли магазин Суитрус покупателей. Или все честно, прозрачно и нормально, собственно. Я думаю, что скорее второй вариант. Но вдруг здесь будет кирпич и я пойду строить дом, возможно. Сейчас мы это с вами и узнаем. Итак, тянем и он должен выпасть. Ох, вот этот момент, когда ты достаешь новую технику Apple. Пусть это будет планшет или телефон. Ху-ху, вот это все-таки iPhone, а не кирпич. Класс. Зачем я сохраняю пленку на коробке? Потому что вдруг какая-то проблема произойдет с этим телефоном в течение 14 дней. Я смогу его вернуть, не нарушив тем самым товарный вид. Здесь есть специальная пумпочка, если почнуть за которую, мы сможем поднять телефон. Боже мой, он такой легкий. У меня раньше была пятерка. Кстати, распаковку и обзор на пятый iPhone вы можете посмотреть в описании. Я там оставлю ссылку, если вам это интересно, посмотрите. Ладно, к телефону мы вернемся чуть позже. Сейчас давайте посмотрим, что входит в комплектацию. Я уверен, что комплектация одна и та же, но и все-таки. И вот такой конвертик. Скрепка, но также какая-то сервисная информация. И здесь у нас тоже идут какие-то инструкции. И, кстати, инструкция на украинском языке. Видимость про iPhone. И здесь что-то на украинском языке написано, но также две наклейки Apple. Ладно, это нам больше не понадобится. Европейская вилка. Это очень важно, потому что я проживаю не в Англии и у меня нет английских розеток. Поэтому мне положили европейскую вилку, потому что я покупал сертифицированный телефон на территории Украины. Также Lightning. Lightning провод оригинальный. С помощью него можно заряжать телефон от ноутбука, либо же через вот эту вилку. Адаптер питания он называется. Через розетку, собственно, которая есть у каждого дома. Ну, а также оригинальные AirPods наушники. Это вроде бы первого поколения. Как мы видим, они еще работают от 3.5 разъема, которого уже нет в седьмом айфоне. Но в шестом айфоне разъем остался. С комплектацией мы с вами разобрались. Ну, а теперь давайте мы с вами активируем iPhone 6. Кнопка раньше была сверху. Теперь она переместилась в правый бок. Мы его включаем. И сейчас пройдем процедуру активации. Ой, пленку. Я забыл пленку снять. Так увлекся. Ой, как это прекрасно. Снимать пленку с нового телефона. Это, наверное, самое приятное, что только может быть. О-хо-хо. Мы это с вами сделали. Он очень приятный и очень тонкий. И не ощущается, что это алюминий. И очень приятное стекло сафировое на ощупь. И задняя сторона тоже очень приятная. Здесь со мной iPhone здоровается на всех существующих языках. И что мне надо сделать? Вбок. Видимо, нет. Давайте на кнопочку нажмем. И выберем язык. Язык интерфейса у меня будет русский. Страна, в которой я проживаю, Украина. Установка языка. Сейчас iPhone установит мне выбранный мною язык. Также подберет время. Сим-карта не вставлена. Сейчас мы ее с вами вставим. Так, вот, соединяемся к моему Wi-Fi. Подключаемся. И телефон наконец-то получает интернет. Активация iPhone может занять несколько минут. Видимо, мы с вами здесь, ребята, надолго. Требуется сим-карта. Кстати, а это мой предыдущий телефон, которым я пользуюсь уже больше года. И сегодня его крайний день в плане эксплуатации мною. Вставляем мою сим-карту сюда. И сейчас мы продолжим активацию телефона. Служба геолокации включить. Конечно, геолокацией мы будем пользоваться. Да, нужно установить Touch ID, конечно же. Сейчас мы настроим наш отпечаток пальца. Готово, завершено. Создать код пароля. Настроить как новый iPhone. Потом уже мы с вами все это сделаем. Apple ID. Сейчас мы с вами его введем. Я только что настроил Apple ID. А теперь я соглашаюсь с условиями Apple. Также отправлять в Apple анализы всякие. Да, доступ для разработчиков. Выбрать вид. Наверное, стандартный. Мне не надо увеличенный. Это стандартный. Это тоже стандартный. А вот это увеличенный. Нет, увеличенный мне не надо. Пойдет стандартный. И, собственно, все, ребята. iPhone, добро пожаловать. Начать работу. Ура. Первая активация. Впервые мы с вами его активировали. И здесь у нас iMessage присылает сообщение, что мы можем общаться. Пункт управления. И сразу ставим вот так. Это выключаем. В общем, неплохо, неплохо. Давайте мы с вами войдем в интернет с помощью Safari. Пишем. Давайте на сайт Apple пройдем. И посмотрим, как это выглядит. Загружается все очень быстро, шустренько так. Что мы здесь посмотрим? Ну, давайте на iPhone 7 посмотрим на шестом iPhone. Угу. Неплохо. iPhone 7. Революционное устройство. Тут все в красном решении. Ну, обалдеть просто. Я только что установил самые нужные и полезные приложения. Если вы считаете, что 32 гигабайта в 2017 году это слишком мало, то я готов вас разочаровать. 32 гигабайта достаточно для того, чтобы скачать множество приложений, а также памяти хватит на фотографии и на видео. Вот, скорее всего, если вы захотите приобрести телефон на 16 гигабайт, возможно, вы будете испытывать какой-то дискомфорт. Мне кажется, достаточно говорить о телефоне и его плюсах и минусах. Пришло время его протестировать и посмотреть на него в работе. Я предлагаю выйти на улицу и протестировать фронтальную и переднюю камеру. Я вышел на улицу, чтобы проверить, как работает фронтальная камера, вам показать. Сейчас я снимаю на фронтальную камеру, то есть я вижу из себя свое изображение. Расстояние полностью вытянутая рука. Работают встроенные микрофоны. Петличного микрофона сейчас у меня нет, я его не использую. Как вы можете заметить, изображение трясется, очень дергается. Хоть я стараюсь держать руку ровно, но изображение такое... Ну, то есть нет стабилизации, поэтому все и понятно. Проверяем зум основной камеры. Снимаю уже в позднее время. Сейчас закат. И вот как выглядит видео на центральную камеру в вечернее время. Вот листья, то есть детализация должна быть. Теперь асфальт, камушки все. Теперь я установил телефон на штатив. И мы можем проверить фокус. Вот я приближаю, и мы видим детализированных коров. В целом, камера 2014 года неплохо справляется с задачами в 2017 году. Как вам видео на iPhone 6? Напишите в комментарии и сделайте выводы для себя. С момента нашей с вами последней встречи прошло 7 месяцев. Для вас это всего пару секунд, а для меня больше, чем полгода. На самом деле, это даже неплохо, ведь я смог протестировать телефон, смог с ним подходить более полугода и могу более здраво посмотреть на iPhone 6 в 2017 году. Я хочу вам рассказать об опыте эксплуатации. Несколько секунд назад мы с вами протестировали камеру фронтальную и тыльную на iPhone 6. Я поделился своим опытом, а также своим мнением. Здесь нету стабилизации ни цифровой, ни оптической. Это большой минус. Насчет изображения, оно плюс-минус хорошее. В принципе, больших замечаний у меня нету. Фотографии получаются презентабельными и в Инстаграме выглядят хорошо. Эти 7 месяцев я пользовался телефоном в чехле. Задняя крышка у меня не поцарапалась. У меня не было ни стекла, ни пленки на экране и сейчас ее нету, потому что я не признаю это и не люблю пленки на телефоне. Экран у меня чуть-чуть поцарапался, но незначительно. За полгода он мог поцарапаться у меня намного сильнее и разбиться в слюни, но этого не произошло. Вы скажете, ты, Вова, носил телефон аккуратно, ни разу его не ронял, поэтому все у тебя с ним идеально. Так вот и нет. Он у меня дважды падал. Один раз он у меня упал с кровати с большой скоростью и поцарапался, а во второй раз он у меня упал на асфальт. Но, слава богу, он был в чехле и упал на заднюю крышку. Экран не поцарапался и не разбился. Камера, которая выпирает. У меня никаких проблем с этой камерой не было. Она не поцарапалась, пиксели не побились, камера хорошая. Touch ID и разблокировка экрана с помощью пальца. Здесь, конечно, проблемы есть. В шестом айфоне самый первый датчик, то есть это не второй и не усовершенствованный Touch ID, а самый первый. Скорость не очень быстрая. К примеру, вот я разблокирую, он разблокируется не очень быстро и иногда не с первого раза. Приходится надавливать на кнопку, а иногда даже вводить пароль вручную. В некоторых телефонах, скажем, в айфоне 5 SE, можно посмотреть на телефон и он зажжется. У меня в шестом такой функции нет. В заключении хочу сказать, что айфон 6 в 2017 году, это как низший аппарат за приемлемую цену, хорошо справляется с задачами современного мира. Он запускает и обрабатывает все возможные приложения. Он поддерживает iOS 11, то есть все приложения вы можете скачать, которые есть в Apple Store и они у вас будут запускаться. С каким временем будет осуществляться запуск, вот это отдельный вопрос. Предлагаю вам открыть несколько приложений и посмотреть, насколько быстро они будут запускаться. Еще раз проверяем историю, она чиста. Открываем приложение, скажем, переводчик. Теперь открываем приложение Safari. Интернет у меня быстрый и скорость зависит от самого телефона. Также игру открываем. Вы видите все в реальном времени, я не ускоряю и не затормаживаю видео, все загружается в реальном времени. Следующее приложение, это будет у нас Бандеролька. Теперь мы откроем с вами Инстаграм. И, наконец, последнее приложение, которое мы с вами откроем, это будет YouTube. Некоторые приложения со временем вылетают или зависают. Такое, конечно, бывает. Но и все же, не нужно забывать, что этому телефону более 4 лет, как он на рынке. Он был представлен в 2014 году, а сейчас у нас конец 2017. То есть, аппарат не самый новый, вышло уже очень много старших братьев iPhone 6 и которые работают более быстро. Сейчас iPhone 6s продается за ту же цену, за которую я покупал iPhone 6 этим летом. Так что, покупать 6 iPhone в конце 2017 года я не рекомендую. Лучше выбрать 6s, но также 5se покупать категорически не стоит. Даже за хорошую цену и с 256 гигабайтом памяти не нужно. Он очень маленький. Сегодня мы с вами распаковали, протестировали и провели обзор на iPhone 6 на 32 гигабайта Space Gray, купленный в магазине Citrus в Украине. Я постарался ответить на самые распространенные и на интересующие людей вопросы. Если я не ответил на интересующий вас вопрос, напишите его в комментарии. С вами на протяжении этого видео был я Вова Гура. Не рекомендую вам покупать iPhone 6, лучше купите 6s. Ну а также хочу вам сообщить, что на моем канале выходит неделя видео. 7 дней и 7 видео я опубликую на канал InSanStudio. Сегодня у нас понедельник и я поделился с вами распаковкой iPhone 6. Увидимся уже завтра в новом видео на канале. Так что до скорых встреч и пока-пока.